Денис, приветствую тебя! Очередной эфир, соответственно, фундаментальные технические анализы. Делимся мнением текущей рыночной ситуации, подсказываем, как действовать тем, кому нужна дополнительная информация. Друзья, хочется сразу отметить то, что мы с Денисом выбираем самые интересные в моменте возможности, и, может быть, кому-то уже приелся наш традиционный набор инструментов. Если есть особое пожелание разобрать какой-то актив, вы нам дайте знать об этом в комментариях. Мы, разумеется, с большим удовольствием к такому фидбэку прислушаемся и дадим тоже свою максимально объективную оценку. Ну что ж, давай тогда с демонстрации экрана и начнем традиционно с меня. Да, давай. Так, Денис, сегодня в преддверии, опять же, заседания Европейского Центрального Банка, наверное, уместно будет разобрать, да и вообще поработать в рамках наших с тобой последующих эфиров, включая этот, с динамикой евро, потому что точно именно европейской валюте можно будет отвести статус самого главного инструмента. Я думаю, то, что вся волатильность, которую мы и получим на этой неделе, она будет исходить именно от евро. Напомню, что заседание ЕЦБ в четверг мы с Денисом еще встретимся на эфире, опять же, непосредственно перед самим событием. Но сейчас по евро очень интересная ситуация, потому что мы находимся вот прямо на самой нижней границе восходящего канала, о котором я уже не раз говорил, даже вот на четырехчасовой таймфрейм. В моменте котировки 1.18.11 я рекомендую, прошу прощения, сделку через отложку buy limit с уровня 1.17.90. Мне кажется, что из этого может получиться очень интересная сделка, потому что, как мне кажется, пройти ниже вот как раз вот этого мощного восходящего канала европейской валюте не удастся. И по факту, опять же, заседания Европейского Центрального Банка, я считаю, что в целом нас будут больше ждать оптимистичные комментарии от Кристин Лагард. Особенно сегодня еще выйдут данные по темпам экономического роста. Если статистика не разочарует, точно ей будет на что обратить внимание всех трейдеров и чем оправдать, опять же, пересмотр в лучшую сторону экономических ожиданий, бизнес, оптимизм и так далее. Короче, в отношении евро я смотрю только вверх и рекомендую придерживаться только лишь длинных позиций. Считайте, что когда рынок дает хорошую коррекцию, это возможность зайти в лонг и ждать перехай там на отметке 1.20 и выше. Тем более, евро очень сильно коррелирует практически на 100% с индексом доллара. А по доллару я настроен, опять же, скептически. Сейчас курс 93.10. Уверен в том, что мы также уйдем в границы нисходящего канала ниже 93 пунктов и пойдем на обновление low, там 92 и ниже. То есть, резюмируем, сделка buy limit с уровня 1.17.90 и take profit на отметке 1.20. И предлагаю сегодня еще обратить внимание на золото, которое также сейчас вот прям топчется на границе восходящего канала. Это 1930 долларов за тройскую унцию в моменте. Ждем отбоя от уровня примерно 1925, но может быть даже пониже. Смело покупаем и, разумеется, в плане ожиданий, я уже сказал про слабость доллара, по рынку драгоценных металлов только лишь вверх и по золоту цели ближайшие это 1975 и 2000. В пятницу, кстати, выйдут данные по инфляции в Штатах. Думаю, что мы увидим рост индекса потребительских целей на 0,1%. И, разумеется, при росте инфляции, пожалуйста, еще один стимул – работать с золотом, как с инструментом, в принципе, предназначенным для хеджирования от инфляционных рисков. Короче, золото тоже нужно заходить только с точки зрения покупок. Денис, слово тебе передаю. Так, отлично, слово взял, сейчас делаю показ. Так, мой экран, по идее, должен быть виден уже. Да, да. Итак, ситуация касательно евро. Дело в том, что по евро у нас, в принципе, пока еще на данный момент не перекрытся прошлый экстремум. То есть, вот, в данном случае ориентир я делаю в район 1,1760, и данный уровень еще пока перекрыт не был. В принципе, тут достаточно такая мощная поддержка сформирована, тут множество недельных профилей. В общем, на самом деле, очень круто, классно, красиво она выглядит. Но единственное, что меня при этом смущает, что у нас такие достаточно мощные активные прибавления происходят с точки зрения опционного анализа внизу. То есть, очень большая ожидаемость для дальнейшего движения цены вниз. Поэтому я вот склоняюсь к варианту, что могут все-таки пройти вот касательно евро пониже. Вот я только что маржинальную зонку еще одну дополнительную раскинул. И вот еще одна. Поэтому, с учетом, опять-таки, этих факторов, по кумулятиве тут особо дисбалансов я не наблюдаю. Но я склоняюсь все-таки, что коррекцию сделать, да, действительно, там какую-то вверх смогут. Но сказать, чтобы она прямо была разворотной, не думаю. Скорее всего, вот такой вот сделают финт. Пока еще я не готов ее ни покупать, ни продавать. Для покупок слишком рано, для продаж пусть хотя бы коррекцию сделают. То есть, в идеале, еще бы повыше вот сюда зайти. Но я, честно, сомневаюсь, что смогут туда добить. Хотя, в принципе, это рынок. И, как ты уже говорил, заседание ЕЦБ у нас будет на этой неделе. Поэтому, в принципе, вот так вот еще сделать могут. Поэтому, в принципе, я больше за укрепление бакса. На данный момент пока еще выступаю. Но это больше носит как локальный характер. А потом уже после добоя в данную область поддержки, отсюда уже будут действительно смотреть какие-то хорошие сигналы, именно лонговые. Ну, об этом, я думаю, в четверг мы как раз поговорим. Там уже что-то изменится. Потому что сейчас, в принципе, сидят на достаточно хорошей поддержке. Вот у нас и контрольная маржинальная зона в эту же область попадает. И полуторная ниже. Ну, в идеале это все-таки добить вниз. А отсюда буду смотреть уже на разворотку вверх. А что касается, кстати говоря, золота, здесь мне, в принципе, ситуация достаточно нравится. На самом деле, единственное только вызывает небольшое сомнение, с какой конкретной зоны будут делаться добоя вверх. Дело в том, что я еще на прошлой неделе как раз скачал в покупке. Я считаю, что цель у нас самая ближайшая в районе 1990 и 2015. То есть это как основной ориентир. Но есть вероятность того, что цена сможет пробиться немного ниже. В данном случае это область 1900-1890. Вот такая вот область. Я ее сейчас тоже отмечу, чтобы она была готова. Даже вот так, чуть-чуть с зазором возьму. 1900 – это верхняя граница. И нижняя – 1890 как раз. Так что данная область у нас будет достаточно хорошая с точки зрения поддержки. И если все-таки цена попытается сделать добой вниз, то здесь будет очень классная, я считаю, возможность уже для перспективных будущих покупок. Так что с этой области, в принципе, прикупить. Если вдруг обвалится, то очень даже можно будет. Либо с текущей, но с текущей я уже вошел. Тут небольшой, в принципе, стоп. И буду стараться эту сделку сопровождать. Если вдруг что-то поменяется, то, естественно, буду уже адаптироваться под ситуацию. Ну, так, в принципе, лонговый вариант точно так же, как и у тебя по золоту. То вот по евро единственное, что могут немножко добить ниже. А отсюда уже буду смотреть. Пока еще точного сигнала нет. Так что так, в раздумьях. Денис, спасибо тебе за твою точку зрения. Остается только следить. Разумеется, следующий эфир у нас с тобой в четверг. Прямо перед самым заседанием ЕЦБ. Наверное, будет уместно так же поговорить. Ну, не наверное, а 100% по евро. Надеюсь, что европейские валюты все-таки расшатают. Поближе к заседанию ЕЦБ. И надеюсь также, учитывая, какую рекомендацию я дал, что евро все-таки снова вспомнит про вот эти высокие значения для себя. 1.19, 1.20 и пойдет поувереннее к этим рубежам. Ну что, тебе тогда хорошей торговой недели. И до встречи в четверг. Пока. До четверга. До четверга. Пока-пока.